Здравствуйте! Новости Дагестана на ННТ. С вами Махач Курбанов и мои коллеги. Коротко о главном. Профессия спасать жизни. В преддверии дня медицинского работника государственную награду получила врач из Дагестана. Плоды из теплиц и не только. В республике проходит межрегиональная выставка Даг Агра 2020. Древняя крепость в симбиозе с современным искусством. Стрит-арт превращает невзрачные стены в предмет восхищения. В Дербенте стартовал второй стрит-арт-фестиваль «Стена». По местам жительства и работы должностных лиц строительной компании «Новострой», а также бывших руководителей Южной многоторслевой корпорации, прошли обыски. По данным ФСБ, по республике Дагестан они причастны к хищению республиканских бюджетных средств, выделенных на ремонт и содержание внутрипоселковых сетей населенных пунктов Налакского района. В ходе проведенных допросов подозреваемые признались в совершенных ими преступлениях. Председатель правительства России Михаил Мишустин вручил орден Дагестанке. Премьер-министр принял участие в церемонии вручения государственных наград работникам сферы здравоохранения. Медицинские работники внесли огромный вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Мероприятие состоялось сегодня в Москве в зале наград Дома правительства. Среди награжденных – врач-анестезиолог, реаниматолог Гиргебельская центральная районная больница Айшат Идрисова. Ранее глава Кабмина отметил, что благодаря медработникам российская система здравоохранения достойно проходит испытания в борьбе с COVID-19. Награждение врачей традиционно проходит в преддверии дня медицинского работника. Сейчас в отрасли сложилась особая ситуация. Сегодня врачи, фельдшеры, медсестры, санитары действительно на передовой. Ежедневно они спасают сотни человеческих жизней и борются со смертью в красной зоне, без сна и отдыха, долгое время не видя собственную семью. Помогают пациентам не только в борьбе с коронавирусом, но и с другими не менее опасными заболеваниями. В Дагестане за несоблюдение масочного режима планируют привлекать к административной ответственности. Ношение медицинских масок в общественных местах планируется сделать обязательным, закрепив это указом главы региона. По мнению Сергея Меликова, отсутствие жестких мер может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в осенне-зимний период. Так, к примеру, в 17 муниципалитетах наблюдается рост заболеваемости, а в 14 ситуация нестабильная. Руководители Роспотребнадзора Республики Николай Павлов также считают целесообразным привлекать к административной ответственности за неиспользование СИЗов. Он рекомендовал ввести масочный режим в общественных местах, транспорте, ограничить передвижение лиц старше 65 лет, включить отопление в домах раньше срока и ограничить проведение массовых мероприятий. В Махачкале благоустроено 67 дворовых общественных пространств. Ряд дворовых территорий на выходных проинспектировал мэр города Салман Дадаев. Градоначальник посетил дворовые территории по улице Исмаилова, Николаева, Ирчи Казака и Зои Космодемьянской. Здесь созданы парковочные площадки, установлено детское игровое и спортивное оборудование, а также скамейки. Для посадки зеленых насаждений подготовлены газоны. Дворовая площадка по проспекту Шамилят 29 уже благоустроена, ею активно пользуются жители. Дворовая площадка по улице Ирчи Казака – одна из самых больших в Махачкале. Здесь подрядная организация также завершила основные виды работ и приступила к асфальтированию парковочного пространства и проездов. Самый горячий прием ожидал главу города на дворовой площадке улицы Зои Космодемьянской. В выходной день здесь собрались все юные жильцы близлежащих домов и их родителей. Пока взрослые угощали главу города чаем и самовара, в новой беседке малыши резвились на качелях и каруселях. Отметим, что в текущем году в рамках реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды в Махачкале благоустраивается 34 двора и 12 новых скверов. В Дагестане проходит межрегиональная выставка «Дагагра-2020». Мероприятие организовано производственно-научной ассоциацией теплицы Дагестана при поддержке Месельхозпрода Республики. Тему продолжат наши корреспонденты. Порядка 60 сельхозпроизводителей приняли участие в выставке. А здесь представлено технологическое оборудование, материалы для теплиц, удобрения и средства защиты растений. Первый раз в славном Дагестане. Пробуем показать себя, свой товар. В основном, конечно, здесь представлено производство томатов, поэтому мы показываем ящики под томаты. Также свою продукцию представили фирмы и предприятия, работающие в области защищенного грунта. Не остались в стороне и селекционные фирмы в сфере открытого грунта. Наши работники по защите растений, по семеноводству. Мы сопровождаем наших сельхозтоваропроизводителей от посадки до сбора урожая. Обеспечиваем их сертификатами соответствия, обеспечиваем их семенами нашими. Такая выставка является ежегодной. На ней руководители тепличных комплексов не просто демонстрируют свою продукцию, но и заключают соглашение о сотрудничестве на месте. Десятки и десятки, сотни, тысячи людей вовлечены в эту сферу. Интенсивно развиваются. Мы сегодня имеем около 700 гектаров теплиц разных форматов, от самых простых до самых сложных. И мы видим, дагестанцы крепко заняли эту нишу. И в России дагестанцы узнают, дагестанскую тепличную продукцию узнают, особенно розовый томат. Алина Багилова, Мурат Бекпарсов, телеканал ННТ «Касписк». Делегация фонда новых форм развития образования посетили Малую Академию наук Дагестана. Гости первым делом побывали в детском технопарке «Кванториум». Им на месте провели ознакомительную экскурсию по образовательным площадкам. Учащиеся центра рассказали экспертам о своих изобретательских проектах и идеях. Далее делегация отправилась ознакомиться с деятельностью центра цифрового образования «АйТи-клуб». Отметим, что он был открыт в текущем учебном году на базе гимназии номер 11 в Каспийске. Цель визита – это посмотреть уже открывшиеся и давно действующие площадки, соответственно, и понять, а как можно работать дальше в условиях меняющегося национального приоритетного проекта образования. Мы вас будем прокачивать уже вот в этом направлении, как сделать образование, качественное образование, которое вы даете детям, еще более массовым, чтобы у каждого, каждого школьника республики была возможность прикоснуться к современным технологиям. Не вандализм, а настоящее искусство. Серые стены превратились в палитру для городских художников. В Дербенте стартовал второй стрит-арт-фестиваль «Стена». На граффити художники из разных городов страны приехали сюда, чтобы украсить фасады многоэтажных домов. Их масштаб и оригинальность оценила и наш корреспондент Патимат Ханапова. Баллончики с краской и уйма фантазии – так рождаются городские легенды. И стрит-арт превращает невзрачные стены в предмет восхищения. Автор этого рисунка Данила Шмелев приехал из Москвы. Он уже участвовал в подобных фестивалях в Италии, Нидерландах, Германии и даже в Арабских Эмиратах. Создавать изображения таких масштабов для него привычное дело. Тут будет две чашки чая. Это будет о разговоре двух людей, неспешном разговоре за чашечкой чая, о размеренности, которой у нас, допустим, маловато в Москве. Унылые фасады здесь оживают на глазах. Краска, кстати, устойчива к дождю, снегу и солнцу. Продержаться она должна около 10 лет. На этом фестивале профи стрит-арта создают композиции именно в национальной стилистике. Здесь вам и колоритная домашняя утварь, и горянка с кувшином на всю девятиэтажку. Это меняет облик и восприятие вообще города. То есть и люди, когда видят, что художник сделал эту работу, их это может вдохновить на какие-то, может, менее масштабные, но улучшения. В этом году вместо привычного холста пробуют фасады зданий дагестанский художник Андрей Калугин. В прошлом году он участвовал в этом фестивале в качестве ассистента. Сейчас же уже представит собственную работу. В этой работе я хотел показать, как бы женщина – это начало. Она дает жизнь, она держит в руках цветы, вокруг нее птицы, все живое. Стрит-арт-фестиваль в Дербенте дает старт Союзу свободного искусства в республике, уверены художники. Ну а организаторы обещают не останавливаться на достигнутом и каждый год находить новые площадки для испытания творческих идей граффити художников или, как они называют себя в творческой среде, райтеров. В общем, в итоге у нас получится с прошлым годом в Дербенте разрисовано 9 фасадов многоэтажных домов и еще одно личное пространство разрисует покрас «Лампас». Покрас «Лампас» – российский художник-каллиграф, который стал амбассадором собственного стиля граффити. Сегодня он рекордсмен книги рекордов Гиннеса. Его творчеством интересуются международные бренды, а сам «Лампас» стал создателем своего мерча. Им и будет разрисовано одно из уличных пространств города Дербент, какое именно организаторы пока держат в секрете. Патемат Ханнапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Тербент. И к этому часу у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, смотрите новости. Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова